Итак, всем привет! Сегодня я вам покажу посылочку, которая мне пришла из Голландии. Это кроссовочки Nike. И что хочется сказать сразу. Компания Nike, соответственно, воспользовалась услугой курьерской доставки DPD. Если кто-то слышал, наверное, у вас уже какое-то мнение сложилось в данной компании, что я хочу сказать. Мне, конечно, не очень нравится этот сервис, потому что я заплатила деньги за доставку поставщику, который мне прислал данный товар. При этом компания DPD к своим клиентам относится не очень добросовестно, потому что она в срок не присылает товар. Во-первых. Во-вторых, отсутствует полный просто созвон с клиентом. То есть это большой минус. При этом мой товар переносили 4 раза путем какого собственного сервиса. То есть мне просто приходила смс о том, что сегодня ваш товар не будет доставлен, доставят его завтра. То есть если вы, например, согласовали дату, условно говоря, пусть это будет выходной день, вы согласовали на домашний адрес, ждете весь день, да, все свои планы изменили, ждете весь день посылку, вам приходит где-то посередине дня смс, что сегодня вам доставлено не будет. Соответственно, доставка будет осуществлена в понедельник, например, да. При этом, естественно, что вы делаете? Вы меняете адрес, потому что вы либо поедете на работу, либо, я не знаю, там еще куда-то, к родственникам и так далее. Вы меняете адрес, и наступает понедельник, и вам радостно опять же сообщают о том, что доставка будет перенесена на следующий день. То есть, понимаете, DPD 4 раза переносила эту посылку. Это просто отвратительный сервис, при этом курьер почему-то вообще, в принципе, не звонит и не сообщает, по какой причине доставка не осуществлена и не совсем понятно. То есть, компания в этом плане работает ужасно. И просто, если сравнивать по пятибалльной шкале звезд, то это одна звезда, в худшем случае просто. Одна звезда и не больше. То есть, нет вот этого оповещения, да, оператор, когда звонит и сообщает, что, извините, там по причинам, допустим, по загруженности курьером, он не приедет к вам сегодня, там он приедет к вам через два дня. И вы точно знаете, что он приедет через два дня, и что вам не придет смс-ка посередине, да, этого дня, и сообщением, что якобы опять заказ будет перенесен. То есть, это просто какое-то хамское отношение к клиентам, при том, что клиенты сами же оплатили деньги за эту доставку. И эта доставка стоила не 300 рублей. Так что, если кто-то желает воспользоваться сервисом DPD, ну, не используйте, я не советую воспользоваться, можно чем-то другим, но в данном случае очень у меня относительно негативное такое мнение сложилось об этой компании. Но давайте приступим к распаковке кроссовок. Конечно, мне пришлось прождать полторы недели, пока мне курьер привезет данный товар, при том, что самое интересное, когда я спрашивала, этот товар находится у курьера, и он не может довезти, потому что он не успевает, или этот товар находится на складе. То есть, люди, которые работают, этот колл-центр, который абсолютно по факту не находится в городе, в Москве, он мне сообщал, что якобы товар находится на складе, и точно не у курьера. Ну, вы знаете, это очень какая-то странная позиция, то есть в таком случае оповещение приходило бы о том, что курьер не доставит либо за день до этого, либо с утра, то есть не посередине дня. Ну, в общем, ладно, не будем о грустном, давайте лучше о хорошем, о позитивных моментах нашей доставки. Это, конечно же, наш товар. Я, честно, еще не вскрывала, не открывала. Ну, и давайте мы с вами взглянем, что же там внутри. А там внутри у нас с вами коробочка рыжего цвета, такого апельсинового, от Nike. Ну, что сказать вообще, конечно, у меня кроссовки последние, вот которые, да, уже и живая в свой век, они от компании Adidas. Почему выбор пал на Nike? У меня вообще было такое сомнение, то есть мне нужно было определиться, либо выбрать Nike, либо снова Adidas. Сейчас постараюсь вытащить коробочку. Давайте мы ее уберем с вами. Вот такая вот коробочка. Я заказывала с официального сайта nike.com. Посылка шла ко мне из Голландии. И, соответственно, магазин, да, это у нас с вами eShopWalk называется. Я вам сейчас постараюсь показать. Может быть, чтобы вы увидели. Вот так вот это все выглядит. Вот. Кстати, размер девятка. Почему-то девятка. Так. Что-то я уже начинаю переживать. Ну, ладно. Сейчас мы с вами все посмотрим. Так. Собственно, почему Nike? Дело в том, что у меня есть рюкзак, который я покупала в Москве когда-то за 2000 рублей. Он у меня непромокаемый. То есть он из такой ткани, которая не промокает. Ну, естественно, если вы, например, прыгнете с этим рюкзаком в бассейн, то, конечно же, он намокнет, да. Но я имею в виду, если вы попадете под дождь, то на нем водоотталкивающий материал и прям вот полностью вы не промокнете. Если не попадете, конечно, по тропический дождь. И, недолго думая, я решила не изменять своему стилю и решила все-таки остановиться на компании Nike. Ну, давайте посмотрим, что же это за кроссовочки. Первое впечатление. Как у нас тут все упаковано. И давайте посмотрим. Вот, вот те самые кроссовочки. Конечно же, те кроссовки, которые у меня есть, вот Adidas, они сделаны из искусственной черной кожи. И, в принципе, кожа достаточно достойный материал, потому что, если вы попадете под дождь или в грязь, то есть вероятность, что вы не промокнете и не измажете свои кроссовочки. Данные кроссовки выполнены из ткани, из полирезина здесь где-то и имеют вот такой вот соответственно стиль. Я вам сейчас немножко зачитаю информацию про эти кроссовочки. Это у нас с вами Nike Air Max Fury Comfort до и после пробежки. Зачитываю с официального сайта и потом, кстати, обязательно вам покажу, как можно получить кэшбэк в долларах за покупку данного товара. Итак, давайте посмотрим. Женские беговые кроссовки Nike Air Max Fury с дышащим верхом. Ну, это понятно. Там видно, что здесь вот такая вот сеточка, достаточно приятная. Вставкой Max Air для стабильной амортизации и элегантным дизайном отлично сочетается с повседневной одеждой. Преимущества. Амортизирующая вставка Max Air в области пятки для абсолютного комфорта. Вот, собственно, вот эта вот вставочка. Мы ее с вами видим. Внутренняя часть наполовину стопы не сковывает движение. Нити Flywire интегрированы со шнуровкой для поддержки. Ну, вот тут, в принципе, это видно действительно, что есть эта поддержка. Резиновая подметка для надежного сцепления. Розового цвета. И также хочется, конечно, отметить вот эти, действительно, такой вариант 3D. Вот с такими вот пупырышками. То есть, очень удобно скользить вы не будете. В отличие от кроссовок Adidas, которые у меня есть, у них, конечно, рифленая тоже подошва, но не такая с сцеплением, а просто такая рифленая. И благополучно после дождя с горки можно упасть. В общем-то, это факт. И это действительно было в моей жизни. То есть, я просто спускалась с горы и упала. Здесь, конечно, такого не будет, потому что здесь есть такое надежное крепление и сцепление на кроссовках. Так, и что же мы с вами видим? Какие еще преимущества данных кроссовок? Верх из текстиля, синтетического материала для воздуха непроницаемости. Резиновая подметка для надежного сцепления. Это я уже прочитала. Ну и что же мы видим с вами? Страна происхождения Вьетнам. Вот. Ну, собственно, что сказать? Вот небольшая информация с самого сайта Nike.com. Вы можете сами прочитать. Там есть разные расцветки. Я остановилась на такой вот универсальной. Почему? Я, конечно, их планирую использовать не только в спорте. Выезжать, конечно, в них на какие-то по парку, да, там после дождя в них, конечно, не поедешь, потому что они достаточно светлые, тканевые, быстро измажутся. Это, конечно, большой минус. Но они для этого и не предназначены вовсе. Вот. Я купила их, конечно, носить и в повседневные носки, и на какие-то спортивные мероприятия выезжать, в том числе, конечно же, куда же без нашего велосипеда. Давайте посмотрим, как они у нас выглядят внутри. Меня больше всего это, конечно, волнует, потому что хочется получить, конечно, качественный товар. Так, ну, мы с вами сразу видим, что здесь все-таки есть шнуровка, есть регуляция, до шнуровки самой этой. И видим вот такие вот, вот такой вот язычок. Хочу обратить внимание, как это все сделано. То есть здесь все качественно прошито. Сами по себе кроссовки, кстати говоря, достаточно легкие, они не тяжелые. Ну, за счет, конечно, своего, прежде всего, материала. И хочу обратить ваше внимание на такой вот дизайн неравномерный. То есть, в принципе, это правильно. Здесь есть прорезиненная такая вставочка, чтобы носочек не пачкался. Также здесь есть у нас логотип Nike. Ну, и вы можете, в принципе, видеть, что сзади логотипа Nike нет, но есть Air Max. В принципе, я довольна данными кроссовками. Они мне очень понравились вот в таком вот стиле. Кстати говоря, хочу обратить внимание, я только что заметила, что с этой стороны серебристая вставка, логотип, а здесь она у нас с вами прорезиненная и вот такого вот фиолетового цвета. Ну что же, вот такие вот кроссовочки Nike. Теперь осталось их еще померить и убедиться в том, что размер мне идеально подошел. Но, в принципе, там никакого труда не составляет, потому что вы можете подобрать ваш размер при измерении стопы. То есть, в принципе, знаете, да, что всегда нужно не впритык брать, а плюс, минус, минус не надо, плюс 2 сантиметра где-то в носке, чтобы у вас идеально села нога в обувь. Вот такие вот кроссовки. В общем, мне они очень понравились. Спасибо, конечно, компании Nike. Я впервые заказываю с сайта официального, то есть, не через дилеров никаких абсолютно. И, ну, я имею в виду, да, дилеры-дистрибьюторы, которые у нас здесь в Москве продают данный товар, я заказала сразу через оригинальный, через официальный сайт вот такие вот оригинальные кроссовки. Ну, что ж, оставайтесь со мной, я вам покажу, как можно получить кэшбэк за покупку данного товара. на официальном сайте. Всем пока!